Сквер на Хлебной площади помнит разные времена. Когда-то здесь была шумная ярмарка, а сейчас тишину нарушает разве что колокольный звон. Одно неизменно. Ежегодно в общегородской субботник самарцы приходят сюда, чтобы навести порядок после зимы. Приятно видеть рядом с домом ухоженную территорию, рассказывает жительница района Екатерина Макарова. Мы общими силами, усилиями и волонтеры, и старшие по домам, и дети, мы все выходим и традиционно здесь выбираем. Это жемчужина Самарского района. Нам, конечно, очень хотелось эту территорию благоустроить. По словам настоятеля храма Смоленской иконы Божьей Матери, сегодня сквер на Хлебной площади – прекрасное место для уединения и отдыха. После реконструкции дорожного узла здесь сквер такой тихий стал. Мало стало автомобилей. Здесь можно будет именно отдохнуть, можно будет именно и что-то познать. В этом году сквер на Хлебной площади участвует в рейтинговом голосовании за благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В проекте благоустройства – тропинки, лавочки для прогулок и отдыха, освещение, зеленые насаждения. Жители района принимали участие в разработке дизайн-проекта. Мы собирали информацию и пожелания от жителей Самарского района о том, что они здесь хотят видеть. И сложив все, архитекторы сделали именно тот проект, который сейчас претендует на право быть выбранным. Сквер на Хлебной площади имеет особое значение для Самары. Его называют воротами города. Вот здесь находится у нас недавно построенный Фрунзенский мост. И гости города въезжают через мост в наш город. Оно такое видовое место. Хотелось бы сделать в первую очередь благоустройное пространство для местных жителей. И, конечно же, показать всем горожанам из других районов и гостям города новое, хорошее благоустроенное пространство. Голосование проходит на портале 63.городсреда.ру. Оно продлится до 30 апреля. В случае, если сквер на Хлебной площади войдет в число победителей, его благоустроят уже в следующем году. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.